В прошлый раз мы выяснили, что если магна поднимается медленно, то за счет процесса фильтрации в ней может газ двигаться достаточно интенсивно относительно магна. И в результате этого может такая ситуация сложиться, что прагментация не наступает, и на поверхность у нас как паста из тюрьмы, очень вязкая, выдавливается жидкость, и она оказывает лавой упала. Ну, этой тематикой я начал заниматься в 99-м году, мне очень повезло, потому что в Карибском море начал извергаться вулкан Суприер-Хиллс на острове Монсеррат, вот он здесь, вот здесь Флорина, здесь вот острова Карибского моря, здесь вулкан Суприер-Хиллс. Остров Монсеррат — это территория, зависящая от Великобритании, они всегда независимы, пока им ничего от Великобритании не надо, но как он начал извергаться вулкан, то они, естественно, сразу обратились за помощью к британским вулканам, а я в это время работал в пристале, и вот с 99-го года я начал заниматься изучением динамики эксклюзивных извержений. Значит, вот несколько картинок, может быть, еще и это окошко, который закрыт, может быть, слоячий землет. Значит, вот вы здесь видите, как растет лавровый купол. Павел Юрьевич, по-моему, на одной из лекций показывал замедленное видео роста такого купола, я позже тоже покажу для Маунт Сан-Хилленс. Когда этот купол растет, он сложен из достаточно рыхлого материала, он часто обрушается, и вниз по склону идут перокластические потоки, это смеси газа с частицами магмы, частицы от размера пепла до бульников размером в несколько метров. И вот здесь вот показан город Плимут, столица острова Монцеррата. Вот видите, это шпиль церкви, то есть перокластическим материалом рассыпано по крайней мере 20 метров этого города. Я не знаю, я был там достаточно давно, видел примерно такую картину, не знаю, есть ли сейчас что-то на поверхности осталось ли вообще. Это остров Монцеррат, вот маленький в Карибском море, значит, его столица город Плимут. Значит, людей в основном эвакуировали, а, к сожалению, у причем очень часто возникает проблема, что местные жители недооценивают опасности вулкана и отказываются эвакуироваться. На Монцеррате извержение шло пару лет, оно инвестицировалось, и ученые выдвигали требования об эвакуации отдельных населенных фондов. Где-то народ соглашался и уходил, где-то народ не соглашался, и вот в итоге в один день погибли порядка 20 человек, их тоже засыпало перокластическим потоком. Но при том, что они находились в области уже, в которой находиться было запрещено. Вот интересно, что мы строили модели простых извержений, когда у нас есть канал, заполненный жидкостью с постоянной вязкостью. И, скажем, если давление в очаге постоянное, то и расход воды на поверхности будет постоянным. Или, например, если у нас очаг находится у других породов, то давление в нем потихонечку падает и интенсивность извержения уменьшается. Но, слава богу, по плану все оказалось значительно более интересно. Значит, вот если говорить о суббинер Хилбс, то было замечено, что активность у вулкана колеблется с разными периодами. То есть, коротко-периодически, это в течение суток, несколько периодов, может быть, более высокой активности, менее высокой активности. Потом, длинно-периодически, 2-3 года, то есть кукол растет, потом перестает расти в течение достаточно длительного времени, потом снова возобновляет свой рост. И, наконец, были обнаружены 5-7 недельные циклы. Опять же, в начале цикла очень много активности при росте кукол, потом она существенно снижается. Вот, объяснить, почему маукан себя ведет так, вот как раз мы занимались и в течение 15 лет с английскими мауканологами, и вдруг чего-то достигли. Вот, я говорил интересные данные о росте лавого кукола на мауканесу при архиве. Значит, это вот объем кукола как функция времени. Извержение началось в 96-м году. Объем кукола начал возрастать. Причем возрастал он сначала относительно медленно, потом расход лавого увеличился. Потом настала пауза в извержении, и кукол не рос. Потом начался следующий период с ростом лавого кукола. Опять остановился рост, следующий и так далее. Там же измерялись деформации поверхности, в частности, поднятие и опускание. И вот видно, что в период, когда лавовый кукол растет, в двух точках острова стояли станции соответствующие, происходит опускание всего. Когда кукол перестает расти, начинается поднятие. Когда он снова начинает расти, опять весь остров опускается. То есть эта система так сама по себе дышит. А вот пример роста лавового кукола на руками Mount St. James. Здесь это видео показывает несколько месяцев роста. Здесь фотографии делаются каждые несколько минут, и потом из них монтируется видео. Вот видно, как... Я сейчас еще раз запущу. Значит, очень вязкая лава, она как паста из тюбика, выжимается на поверхность, частично обрушается. И если просто смотришь на растущий лавовый кукол, то заметить, что на нем какие-то процессы происходят практически невозможно, за исключением его окрушения и образования пиропластических факторов. На Mount St. Helens тоже были замеры расхода матмы. И вот здесь вот расход матмы здесь приедут в годах с 1980 года по 1986. Опять же мы видим, что рост лавового кукол происходит очень неравномерно. Значит, период быстрого роста, когда расход большой, он длится несколько дней, потом рост практически полностью прекращается, потом был период, когда рост происходил более-менее с постоянным расходом, а потом снова цифрические извержения. Тут уже был период и рост тоже короткий, рост лавового кукол, и рост лавового кукол, и рост лавового кукол. Итак, здесь расход, здесь время в годах. Видим, что рост колеблется. И были периоды, когда рост был слабый, расход очень маленький, порядка 0,2 м3 в секунду. То есть, каждую секунду появлялась примерно 100 лет. А в периоды интенсивного роста порядка 2 м3 в секунду. А для Баунт Сент-Хелленс, скажем, вики расхода были порядка 15 м3 в секунду. То есть, это тоже очень немного. Значит, какие основные черты эксклюзивного режима извержения? Во-первых, это очень медленный подъем магмы. Значит, если пересчитать расход магмы на скорость подъема, если мы знаем, например, площадь канала из таких-то соображений, то расход магмы – это скорость умножить на площадь. То вот скорости подъема тут от 2 мм до нескольких сантиметров в секунду. Соответственно, если с глубины 5 км у нас начинает подниматься частица магмы, то поверхности она достигнет в лучшем случае, скажем, за несколько дней, а там может идти и месяц. Соответственно, за это время магма, во-первых, может кристаллизоваться достаточно эффективно, потому что рост кристаллов – это тоже медленный процесс, и он требует определенного времени. Ну и, кроме того, возможно, образование пористой среды из пузырьков, которые в этой магме есть, и фильтрация газа через них или уход газа в окружающие породы. Про это мы говорили в прошлый раз. Кроме того, поскольку такие извержения длятся очень и очень долго, то обычные очаги, которые находятся при поверхностной области, подкидываются из глубины с некоторым расходом. Да, совершенно верно. Фильтрация, наоборот, настолько эффективна, что газ из магма уходит, и поэтому… Она не дегазируется. Она, наоборот, дегазируется. То вы путаете газ в пузырьках, и газ в растворенном состоянии. Значит, в растворенном состоянии здесь газов в очереди очень много. И если бы эта магма поднималась быстро, то было бы взрывное извержение. Только за счет того, что она поднимается очень медленно, она этот свой газ может сначала выйдет все равно в пузырьки, а потом из пузырьков может магма покинуть. Абсолютно. Только нет фургментации. Значит, и на поверхности, естественно, у вас не струя газа с частицами, а вязкая очень жидкость. Значит, давайте поговорим про кристаллизацию магма. На самом деле, как показывают многие исследования, что при подъеме магма ослаждается очень мало, потому что она находится в породах. Породы обладают достаточно низкой теплопроводностью, и, соответственно, температура магмы при подъеме практически сильно не меняется, за счет чего же она может кристаллизоваться. И вот давайте рассмотрим фазовую диаграмму для типичной магмы. Скажем, вот это вот для вулкана Маун Сан-Хелленс. Здесь есть несколько важных диаграмм для нас линий. Значит, здесь показано давление в мегапаскалях. Здесь температура в градусах Цельсия. Значит, и здесь показаны разные типы кристаллов. Вот плагиаклаз, ордоперанцет, амфибол. Про эту линию мы немножко позже поговорим. Значит, если у нас давление большое и температура большая, то выше вот самой верхней линии ликвидуса, у нас вся мампа находится в виде магматического расплава. То есть кристаллов в ней нет. Значит, если у нас, скажем, мы находимся вот в этой области, то у нас мы перешли ликвидус амфибола, значит, вот здесь вот в этой мампле будет находиться амфибол. Еще ниже, в кристаллическом состоянии. Еще ниже будет находиться амфибол и плагиаклаз. Еще ниже амфибол и плагиаклаз и ордоперанцет. Значит, при падении давления амфибол перестает быть устойчив, он начинает разрушаться. И вот это вот выше, при давлениях меньше, чем примерно 100 мегапаскалей, амфиболы, в общем, если магмат достаточно долго находится при низких давлениях, то весь амфибол просто творится, он не будет дальше быть в виде кристаллического. Вот, скажем, наоборот, плагиаклаз будет по мере уменьшения давления, плагиаклаза будет все больше и больше и больше. А вот эта линия нижняя, это линия так называемого солидуса, то есть ниже этой линии вся магма находится в закристаллизованном состоянии. Давайте теперь посмотрим, допустим, у нас есть частичка магма, которая имела соответствующую температуру и давление. Скажем, это было в очередении извержения. Она находится, возьмем ее на линии ликвидуса, и магма начинает подъем в процессе извержения. Очевидно, что у нас температура, если магма остается постоянной, то на этой диаграмме мы двигаемся вдоль горизонтальной прямой. Значит, если бы эта магма поднималась очень и очень медленно, то как только температура стала ниже температуры ликвидуса, в ней бы начали расти кристаллы. Значит, в ней начинают расти кристаллы. Соответственно, кристаллы из магматического расплава отбирают определенные его компоненты, и состав магматического расплава у нас меняется. Соответственно, температура ликвидуса этого магматического расплава уже будет другой. И если, скажем, мы частичку магма поместили вот в эту точку, и оставили ее там на веки вечной, то она закристаллизует некоторое количество кристаллов, так что дальше она будет в равновесии с новым расплавом, кристаллы перестанут расти. Значит, что будет, а что будет, например, если эта частичка будет подниматься очень и очень быстро? Значит, в этом случае кристаллы не будут успевать расти, потому что рост кристаллов достаточно медленный. Тогда, скажем, эта частичка может пересечь линию солидуса и, тем не менее, совершенно не имеет кристаллов. Скажем, вот при многих эксклозивных возвержениях, когда магма поднимается очень быстро, то в ней практически могут отсутствовать кристаллы. Значит, если магма поднимается не очень быстро, то в ней будет какое-то количество кристаллов. Причем, чем медленнее магма поднимается, тем больше в ней будет кристаллов. Значит, вот, чтобы немножко почувствовать, и заодно занять у вас некоторые задачки. Здесь представлена, опять же, фазовая диаграмма для Маунс-Анхиленс, давление, температура. Это вот температура липидуса, как функция давления, а это температура солидуса, как функция давления. А здесь показаны контуры 30% кристаллов по массе 45, 60 и 100%. При липидусных условиях, естественно, кристаллов 0%. Значит, задача будет состоять в том, чтобы вы построили график зависимости концентрации кристаллов от давления. При подъеме магмы с 300 мм. Его поставили, и он при двух разных температурах. Значит, вот контента взята из вот этой статьи. Если вы ее хотите, можете агентно почитать. Да? То есть, график строит, получается, по 5 точек? Ну, сколько есть. А про интерполировать можете? Можете. Линейно про интерполировать. Так. Ну, вот, как я уже говорил на своей первой лекции, петрологи могут провести эксперименты, взяв магму, поместив ее в капсулу и создать условия, соответствующие, скажем, условию в магматическом очаге, определенную температуру, давление, концентрацию и дальше моделировать подъем магмы к поверхности, сбрасывая давление. И вот, в частности, эксперименты, которые проводятся при постоянной температуре магмы и со сбросом давления, они позволяют моделировать кристаллизацию магмы при поддержке поверхности, при экструзивных извержениях. Ну, вот одна серия экспериментов. Здесь изображена эта линия ликвидуса. И начальное состояние берется на состояние ликвидуса. И также при постоянной температуре давление сбрасывается очень быстро на разную величину и, соответственно, и дальше держится постоянно. И магма оказывается очень сильно переохлажденной относительно того, какая она была, если бы кристаллизовалась. То есть вот, скажем, здесь переохлаждение достигает 130-150 градусов Цельсия. Но это все равно, как если вы, например, чистую дистиллированную воду охладите до минус-15, и потом она будет кристаллизоваться. Только здесь кристаллизация происходит не за счет охлаждения, а за счет падения давления. Эти эксперименты можно промоделировать, и для этого понадобится знание двух важных функций. Это скорости роста и скорости нуклеации кристалла. Значит, что такое скорость роста? Это скорость, с которой грань кристалла растет во времени. И скорость измеряется, естественно, в метрах в секунду. Ну, кристаллы со скоростью метров в секунду не растут, но они растут со скоростью, скажем, ну, максимум микронов в секунду. Значит, и вторая важная величина – это скорость нуклеации. Потому что, если сначала у вас кристаллов не было, то они должны зародиться, и количество зародышей в единице объема в одну секунду определяется скоростью нуклеации. То есть, это величина G. Ну, это скорость G, это скорость нуклеации. Она измеряется в единице, делить на ветр, ну, делить на секунду. То есть, сколько кристаллов в одном метре кулическом возникает в одну секунду. ДНПТТ. ДНПТТ. Я про это тоже не знаю, что это бывает. Значит... А? Численная концентрация. Ну, все-таки, число-числицы, делить на внуки, все-таки концентрация. Нет, это численная концентрация. Численная концентрация частиц. А то, что вы говорите, она безразмерная концентрация. Объем к объему или масса к массе. Это другая причина. Численная концентрация. Значит, что важно знать? Что эти функции... Вот здесь показано переохлаждение магмы. Вот здесь температура... Ну, почему-то все равно обрезается. Температура равна температуре ликвидуса. Соответственно, выше температуры ликвидуса и скорость роста кристаллов и скорость аппляции равны нулю. Значит, как только у нас магма становится переохлажденной, то есть температура становится меньше температуры ликвидуса, начинается рост кристаллов. Причем, начинается он достаточно быстро. Но для этого кристалла надо иметь... Если у вас уже, например, были какие-то кристаллы, то они продолжат расти, как только температура станет ниже температуры ликвидуса. А скорость для того, чтобы произошла нуклиация кристаллов, нужно достаточно сильное переохлаждение. Поэтому скорость нуклиации, при малых отличиях температуры от температуры ликвидуса, она вископнула. Зато потом тоже резко возрастает, и при некоторых температурах эти скорости имеют максимум. А при большем понижении температуры магма становится очень вязкой. Диффузия в ней, которая ответственно за рост кристаллов, происходит медленно. И, соответственно, процесс и нуклиации, и рост замедляется. Значит, можно промоделировать кристаллизацию, можно промоделировать эксперименты. И вот мы это проделывали в соответствующей статье, которая здесь приведена. Здесь точными это данные эксперимента. А тревые – это зависимость концентрации кристаллов от времени при разных переохлаждениях магма. То есть при разных изменениях давления по сравнению с начальником. Ясное дело, что, значит, если давление было сброшено не сильно, то в магме вырастет какое-то количество кристаллов, а дальше этот рост кристаллов прекратится. Если мы сбросим давление сильно, то объемная доля кристаллов будет выше. Я не буду объяснять суть этого уравнения. Если, опять же, хотите, прочитайте соответствующую статью. Ссылочка у вас есть. Значит, чем для нас важна кристаллизация? Тем, что при кристаллизации вязкость магмы, как среди, очень-очень сильно возрастает. Значит, здесь представлен график, концентрация кристаллов, а здесь логарифм относительной вязкости. То есть вязкости магмы, деленная на вязкость математического расплава. Соответственно, мы начинаем при нулевом содержании кристаллов. У нас относительная вязкость будет равна 1, а логарифм относительной вязкости логарифм 1 равен 0. И вот вы видите, что пока у нас кристаллов относительно мало, скажем, 30-40%, то увеличение вязкости не очень большое. А возрастание доли кристаллов, скажем, от 50-70%, приводит к росту вязкости на примерно 7 порядков. Поэтому вот то, что вы видели на Маунт Сан-Хелленс, то, что выжимается, это очень-очень вязкая жидкость. Скажем, если относительная вязкость 7 порядков плюс вязкость самого расплава, по крайней мере, 5 порядков, то общая вязкость будет 10 в 12 пасхаль секунды. Значит, вязкость воды в 10 минус 3, то есть в 10 в 17 раз более вязкая жидкость, чем вода. Значит, давайте сначала забудем о сложном и посмотрим некоторую простую модель, которая объясняет, почему лавовые попола не растут или очень часто не растут с постоянной скоростью. То есть мы наблюдаем циклические режимы извержения. Эту модель мы построили с моим бывшим научным руководителем, профессором Фармелином. Как раз я про него рассказывал первую лекцию. Он ездил на Камчатку, застрял в городе Ключи и привлек студента механика, то есть меня в 85-м году заниматься задачей на лавканологии. Вот такая схема, она очень похожа на нашу простую модель извержения. У нас имеется очаг, который расположен в упругих породах, соединенный каналом с поверхностью земли. При каналах будет цилиндрическая труба, и по каналу поднимается магма. Причем, поднимается она медленно, в ней растут кристаллы. Мы будем считать, что пока кристаллов мало, у нас вязкость магмы равна некоторой величине г-1. Как только кристаллов концентрация достигнет критического некоторого значения, у нас вязкость скачком увеличится до минува. Ну, мы видели, что между 50 и 70 процентов у нас достаточно сильно увеличивается вязкость магмы, поэтому можем считать, что это происходит почти скачком. Значит, можем считать, что магма – это вязкая жидкость с вязкостью скачком, зависящей от концентрации кристаллов. Плотность магмы будем считать постоянной, то есть мы забудем про то, что в магме есть газ, и что он выделяется из магмы, растут кузельки. Канал цилиндрический и очаг находятся в угругих породах и подпитываются снизу с постоянным расходом. Значит, уравнения, на самом деле, практически все модели, которые я рассказываю, они основаны на одних и тех же уравнениях. Это закон сохранения массы, закон сохранения инфруса. Значит, видим знакомое уравнение, да, закон сохранения массы, производная от плотности по времени, производная по вертикали, x у нас вверх направлен от произведения плотности на скорость, поскольку плотность у нас постоянная, то оно редуцируется потому, что dvdx равно 0. Это значит, что скорость во всем канале только зависит от времени. Да, если у нас частная производная по какому-то параметру равна 0, значит, от этого параметра функция не зависит. А скорость у нас зависит от времени и от вертикальных координат. Но получается, что только от времени. Значит, падение давления в канале происходит за счет действия силы тяжести и за счет силы сопротивления канала 2. А вязкость – это ступенчатая функция концентрации кристаллов. Значит, она равна 0,1, пока концентрация кристаллов меньше, чем критическая, и равна 0,2, когда концентрация больше. Вот это уравнение показывает изменение концентрации кристаллов в частичке, которая вознимается со скоростью v. То есть, если мы сидим в частичке, которая вознимается со скоростью v, то кристаллы будут расти согласно этому уравнению, где будет скорость роста кристаллов. Значит, вот такие простые уравнения. Их надо дополнить просто граничными условиями для того, чтобы это разрешить полностью затачивать. Будем считать, что концентрация кристаллов в очаге постоянно, что они все возникли уже в очаге и только растут при подвергах. А второе условие связывает изменение давления в очаге с притоком магмы в очаг и оттоком магмы из очага. Значит, куин – это расход магмы, притекающий в очаг, а куал – это и есть произведение скорости на площадь пуберечного сечения канала. Это расход магма, который утекает из очага. Соответственно, если утекает из очага больше, чем в него притекает, то давление в очаге будет падать. Потому что количество магмов в нем будет уменьшаться. Ну и наоборот, если притекает больше, чем утекает, то давление в очаге. Ну и на поверхности мы будем считать, что давление равно атмосферному, а поскольку атмосферное давление немного меньше, чем давление в магме, то сделает давление равно нулю. Значит, вот сначала мы отбросим в этой системе уравнений производные по времени, и тогда эти уравнения можно в аналитической форме проинтегрировать. И это даст так называемое стационарное решение. То есть, если у нас, скажем, условия в очаге не меняются, то на стационарном решении извержение может происходить бесконечно долго. Ну, вот оказывается, что при определенном давлении в очаге могут быть три стационарные режима извержения. Значит, в верхнем режиме скорость подъема магма большая, в среднем она меньше, и в нижнем еще меньше. Значит, в верхнем режиме уравнения этого связи между давлением и скоростью – это прямая линия. Значит, такое решение нужно получать. Это течение жидкости с постоянной скоростью, с постоянной вязкостью. Да? При быстром подъеме магмы кристаллы не успевают вырасти, и, соответственно, критическая концентрация кристаллов не успевает достигнуться. Соответственно, весь канал занят относительно малой вязкостью с вязкостью μ1. Ну, и, соответственно, давление из очаге повышается, скорость подъема повышается. Да? В нижних двух режимах нижняя часть канала занята магмой с вязкостью μ1, верхняя часть канала, где уже достигнута критическая концентрация кристаллов, будет занята магмой с вязкостью μ2. Причем, в нижнем режиме большая часть канала будет занята вязкой магмой, а в верхнем режиме наоборот. Значит, вот, давайте представим себе, как можно развиваться на этой диаграмме извержение. Значит, мы начинаем с нулевого давления в очаге, избыточного над весом магмы, и начинаем закачивать марку в очаг. Соответственно, если у нас очаг большой, и закачивает мы магмой, то все будет происходить достаточно медленно, давление в очаге будет увеличиваться. Для примера, я возьму ситуацию, когда Куин, он соответствует вот этой точке на диаграмме. Значит, давление в очаге у нас будет увеличиваться, расход магмой будет увеличиваться. Вот, в соответствии с вот этим граничным условием. Значит, мы дошли до точки А. Здесь у нас Куин больше, чем то, что в очаге, то есть чем КуА. Значит, по идее у нас давление в очаге должно продолжить расти, и расход должен тоже увеличиваться. То есть мы должны быть где-то здесь. А вот, оказывается, что решения здесь просто нет, поэтому вауканам ничего не остается делать, как резко увеличить свой расход и скопнуть в точку В. Теперь у нас вытекает из очага больше, чем в него втекает, и, соответственно, давление должно падать. Мы будем двигаться вдоль прямой ВС, пока не дошли до вот этой точки С. Здесь, опять же, у нас еще вытекает больше, чем втекает. По идее, мы должны продолжить сюда двигаться, но у нас здесь решения нет. И мы должны скопнуть, соответственно, в точку D. В точке D, опять же, у нас расход втекающий магмовый очаг выше, и мы будем двигаться в ДА, и, соответственно, может возникнуть циклическое извержение. Действительно, если теперь вернуть уравнение производное по времени, то можно произвести уже чисто на расчеты и показать, что при некоторых параметрах действительно могут образовываться циклические режимы извержения, то есть расход будет меняться от быстрого к медленному и обратно. Однако при некоторых параметрах извержения может стабилизироваться. Ну, игрушечная модель, тем не менее, в общем, она не так плохо описывает реальность. Вот здесь приведено сравнение расчетов для мука на Маунсенхиллинс. Синий – это расчет, зеленый – это измерение. Модель хорошо вылавливает и циклические режимы, и режимы с постоянным расходом, и снова переход на циклический режим. И для указа с антигита тоже при разумных параметрах можно получить циклическое изменение расхода Маунсенхиллинс. Значит, тем самым мы достаточно неплохо доказали, что как раз цикличность, наблюдаемая циклическая извержения, ответственна кристаллизация Маунсенхиллинс. То есть, когда Маунсенхиллинс поднимается быстро, кристаллы в ней относительно Маунсенхиллинс, и она относительно маловязкая. Как только расход Маунсенхиллинс уменьшается, количество кристаллов Маунсенхиллинс растет, и вязкость Маунсенхиллинс увеличивается. И вот получается такая самоподдерживающаяся система с обратными связями. Значит, эти расчеты, кроме того, что позволили объяснить то, что наблюдается циклические извержения, позволили сделать оценки для некоторых параметров, которые, по мере и другими способами, достаточно сложно. В частности, для размера очага. Для того, чтобы иметь период колебания порядка 70 дней, для Маунсенхиллинс очаг должен быть небольшим, меньше, чем 1 кубический километр. А для того, чтобы иметь переливание расхода с периодом 15 лет, оказывается, что для Маунсенхиллинса должен быть очаг порядка 60 кубических километров, по крайней мере. И имеются некоторые косвенные данные, что действительно для Маунсенхиллинс крупные извержения не наблюдаются, и размер очага, и по сейсмическим данным, тоже достаточно небольшой. Для Маунсенхиллинса в 1902 году было очень крупное извержение, когда было изверглено больше 10 кубических километров. Это было эксплозивное извержение. Но, тем не менее, после этого извержения не было проседания земной поверхности, как бывает часто при крупных эксплозивных извержениях. Это означает, что извергленность, наверное, маленькая часть очага, и очаг должен быть, по крайней мере, гораздо больше, чем 10 кубических километров. Ну и вот вам вторая задачка. Опять же, из моделирования следует, что период колебаний связан с различными параметрами магматической системы. С вязкостью магмы, с диаметром канала, с плотностью. Вот такими формулами. Значит, вот меня интересует, чтобы мы построили график зависимости размера очага от периода колебания. И сказали мне, какой очаг должен быть, чтобы были колебания с периодом 1 месяц, 1 год и 10 лет. Ну, а тут все первые деньги. У меня не разрешено. А? Ну, возьмете, поворажаете и получите. Понимаете, я бы мог, если, например, я читал розы для мехмана, я бы задал, ну, совсем другие задачи. Но, поскольку Слушкин у меня с самых разных факультетов, то я задаю задачи, которые могут решить все. Ладно, давайте мы на 5 минут прервемся, и потом будем говорить про всякие чуть-чуть более сложные вещи. Значит, вот я показал некоторую очень простую модель, которую я тем не менее точно не объясняю. И, на самом деле, мы знаем про магму, про ее свойства гораздо больше. То, что магмы есть летучие, то, что они выделяются в магму, образуют пузырьки. Поэтому плотность магмы меняется. Вязкость магмы зависит от концентрации растворенных летучих. Она зависит от концентрации кристаллов, не скачком, а более сложным образом. Ну и, кроме того, сами кристаллы, они, во-первых, появляются в магме, то есть происходит их нуклеация, и, во-вторых, они растут с непостоянной скоростью. Вот все эти процессы мы включили в более сложную математическую модель. Не буду вас сильно пугать, но принцип этой модели, на самом деле, очень похож на предыдущую. Но только у нас магма – это 5-компонентная среда, и поэтому закон сохранения массы ставлю группы 5. Для расплава магматического, для двух видов кристаллов, я не буду говорить, чем они различаются, для растворенного магмы газа и для газа в пузырьках. Причем газ в пузырьках движется со скоростью В-база, которая отличается от скорости магмонных кристаллов. Соответственно, раз у нас две скорости, нам надо написать два закона сохранения импульса. Один закон сохранения импульса такой же, как и был в простой модели. Единственное, что здесь форму наносило сопротивление не для канала цилиндрической формы, а для канала энергетической формы. Но тоже он может получить закон решения. А вязкость зависит от концентрации растворенного газа, температуры, концентрации кристаллов и доли пузырьков. И, кроме того, дополнительная относительная скорость движения газа, то есть скорость газа и скорость жидкости, определяется законом фильтрации ДАРСИ, про который я тоже вам рассказывал. Потому что, хотя выглядит это все страшно, на самом деле, вы бы сами, прослушав этот курс, могли написать такую же систему раундов. Более того, я иногда получаю из них от бывших геологов, скажем, слушателей этого курса, которые говорят спасибо, что вы нас научили моделировать, и это нам полезно. Значит, кто-то из них занимается достаточно схожими задачами. Ну, давайте посмотрим на некоторые предсказания уже этой более сложной модели. Значит, во-первых, то, что молочную фильтрацию, то есть движение газа относительно мало. Значит, есть здесь вот параметр, который законник РСИК, называется проницаемостью, и он, собственно, определяет, насколько газ может быстро двигаться относительно магма. Если эта проницаемость нулевая, то скорость газа равна скорости магма, и, соответственно, у нас концентрация, вот здесь вот объемная доля пузырьков, здесь глубина уменьшающаяся. И, соответственно, при подъеме у нас концентрация пузырьков, если газ из магмы не выходит, достигает 99%, но ясно, что у нас должно было когда-то произойти фрагментация и возникнуть эксплозивные издержки. Если мы подставим сюда реалистичные значения вот этого проницаемости, как полученные из экспериментов, то объемная доля пузырьков на поверхности примерно будет от 0,1 до 0,4. Что как раз хорошо соответствует тому, что мы видим на поверхности, когда извергается лаунный пузырьков. Фрагментация при этом не происходит. Другой интересный эффект, который мы смогли промоделировать с помощью этой модели, это вот те 5-7 недельные циклы, про которые я говорил на ваукане Суприэн-Чейс. Значит, здесь вот стоял на соседней горке наклономер. Что такое наклономер, что такой уровень строительный, наверное, многие из вас знают, да? Вот наклономер – это просто хороший большой уровень, который как раз показывает отклонение поверхности от горизонтального состояния. Там тоже бегает пузырек, и его положение записывается на участие каких-то датчиков. Значит, стоял наклономер, и на этом наклономере в течение с цикличностью 5-7 недель происходили вот такие процессы. Это вот два компонента, одно направлено на мулкан, другое как винтикулярно, то есть он еще немного съезжал в сторону. Значит, видно, что происходит достаточно резкое изменение углов наклона, потом гораздо медленнее. И, кстати, вот здесь еще явные циклы, про которые я тоже немножко поговорил в конце. Когда мы попытались промоделировать эти 5-7-миллигерные циклы с помощью моделей очаг и целеатрический канал, то размер очага, который нам для этого нужен был, оказался очень-очень маленьким. В порядке, там, 1 кулического километра. Хотя для Монсеррана имеются надежные сейсмические данные, что очаг там гораздо больше. Значит, оказалось, что мы можем промоделировать вот эти вот 5-7-недельные циклы. И здесь представлена зависимость расхода мамы от времени в неделях. Если мы учнем, что канал в глубине может быть не цилиндрической формы, а в виде трещины. На самом деле, это очень частая ситуация, когда в глубине мама поднимается по трещину, что нам ближе к поверхности, концы трещин застывает и у нас отвержение локализуется в одной точке. Вот если иметь канал такой сплюзнутой бутылкообразной формы, то при разумных параметрах можно получить зависимость расхода от времени, которая как раз будет иметь период порядка 5-7 недель. Причем во время малого расхода в точке А у нас вот эта вот бутылка будет раздуваться, и, соответственно, вот здесь показаны точные каналы в зависимости от глубины. Здесь цилиндрические каналы меняются мало, а трещины и каналы дышат. И, соответственно, в точке А у нас канал в одном содержит достаточно много магмов, которые выплескиваются в точке С, когда у нас расход максимальный. Более того, мы взяли этот цилиндрический канал и поместили модель острова Суприер-Хиллс. Это реальная геологическая модель, где показаны реальные топографии и учтены упругие свойства пород. И, соответственно, мы взяли наш канал и как источник деформации посчитали, какие деформации на поверхности будут происходить, если у нас давление в канале, и его площадь меняется по закону, который рассчитывается из модели течения в канале. Значит, и оказалось, что действительно такой канал дает очень разумные значения деформации земной поверхности, которые и измеряются в процессе этих 5-7 недельных циклов. Мы, более того, решили провести эксперимент с настоящим луканическим извержением. Но, естественно, моделировать эксплазивное извержение в МГУ – это не очень хорошая затея, наверное, нам бы и не разрешили. Поэтому мы решили промоделировать циклическое эксклюзивное извержение, и в качестве лавы, в качестве лавы мы использовали сахарный сироп. Это жидкость, у которой вязкость сильно зависит от температуры. Те, кто готовил в варенье, наверняка знают, что когда сахарный сироп нагреваешь, его вязкость сильно уменьшается. Вместо кристаллизации магмы, поскольку сахарный сироп кристаллизуется только на очень и очень длительных временах, он засахаривается, мы сделали процесс охлаждения. То есть у нас имелась камера с укропными стенками, охлаждальный кожух, где циркулировала холодная вода, и через него проходил канал. Значит, если рассчитать движение сиропа в канале, то точно так же, как для случая магмы с вязкостью, зависящей от концентрации кристалла, для сиропа с вязкостью, зависящей от температуры, при фиксированном давлении в камере, может быть при разных режимах извержения сиропа. Соответственно, если мы будем закачивать сироп в эту камеру, а камера у нас с укропными стенками, слишком медленно и слишком быстро, вот на этом или этом режиме, то теория предсказывает, что у нас, то, что закачивается в камеру, тоже будет выходить и на поверхность, то есть куин равно куаут, и давление в камере будет постоянно. То есть у нас будет стационарный режим извержения. А если мы будем закачивать где-то в промежутке, то будет, соответственно, циклическое изменение параметров. Ну и, действительно, наши эксперименты подтвердили. Синяя линия – это давление и температура. Синяя линия соответствует медленной закачке. Видно, что после некоторого начального периода извержения вышло на постоянные параметры. Черная линия – это, наоборот, быстрая закачка. Тоже после некоторого начального списка мы вышли на постоянные параметры. А вот если закачивать с некоторым промежуточным расходом, то возникают циклические извержения сиропа. Конечно, они выглядят не так замечательно, как настоящие ломфонические извержения. Но, тем не менее, теорию подтверждают достаточно неплохо. Значит, теперь я немножко хотел бы поговорить о периодических извержениях с периодами два, скажем, часы и дни. Они наблюдаются тоже на очень многих вулканах. Это вот пример записи сейсмической активности на вулкан Эппенадула. Видите, что вот тут вот время в днях, и в течение дня есть периоды высокой активности, когда сулкан уже много происходит, и периоды медленной оборозки, медленной активности. То же самое у нас в Иер-Хиллс. И строились различные модели, которые тоже пытались объяснить этот процесс. Ну, вот одна из таких моделей была предложена группой авторов в этой статье. Канал они разбили на две части. В нижней части канала ничего интересного не происходит. Это канал с квадатными стенками. Трерием они пренебрегают, потому что здесь магма не очень вязкая. А на верхней части канала они учитывают, что газ в пузырьки поступает не мгновенно, а это контролируется процессом диффузии. К сожалению, я в этой курсе не успел рассказать задачу о росте пузырька за счет диффузии. Но факт тут, что летучие, которые находятся в растворенном состоянии, для того, чтобы они попали в пузырек, нужно некоторое время. А вязкость магма, как мы помним, зависит от концентрации растворенного газа. То есть чем больше растворенного газа в магме, тем ниже вязкость. Соответственно, в верхней части канала они считают, что если магма поднимается быстро, диффузия не успевает доставить газ в пузырьки, и, соответственно, газ с магмой остается относительно маленьким. То есть, когда магма поднимается медленно, диффузия, наоборот, успевает стравить здешние газ в пузырьки, и в среднем вязкость магма оказывается большая. То есть тут такая же связь между скоростью подъема и вязкостью магмы, только обеспечивается она не кристаллизацией магмы, а диффузией растворенной воды из растворенного состояния пузырьки. Ну и, действительно, этот процесс гораздо более быстрый, чем кристаллизация, поэтому такой процесс может объяснить колебание периода расхода магмы с интервалом несколько часов. Кристаллы растут значительно медленнее и гораздо медленнее влияют на вязкость. Другой вариант. Мы построили модель, когда считаем, что магма может проскальзывать относительно стен канала вулкана, но на такой эксперимент вы видели, когда у вас есть грузик на пружинке и есть широковатая поверхность, вы тащите эту пружинку, пока мы не превысили статического предела трения, грузик стоит, пружинка натягивается, потом происходит резкое движение, потом грузик останавливается. Ну и вот такого рода математическая модель тоже позволяет получить циклические извержения с переводами гни. При этом очагом, опять же, для таких извержений является трещинная часть канала. Она может накапливать в себе ванную и выдавать, когда нужно. Вот результаты расчетов тоже позволяют получить циклическое изменение расхода при хвостиловом углу. Значит, вот все модели, про которые я рассказывал, которые приводят к циклическим экструзивным движениям, они имеют несколько общих свойств. Какие свойства? Во-первых, если мы здесь отложим скорость подъема, а здесь сопротивление канала вулкана, значит, если бы это была жидкость с постоянной вязкостью, то у нас чем больше скорость, тем больше сопротивление. Ну, действительно, здесь есть на этой диаграмме два трех участка. Чем больше скорость, тем больше сопротивление. Но обязательно нужен участок, когда сопротивление канала вулкана падает с ростом скорости. За счет чего это может происходить? За счет того, что вязкость магна уменьшается достаточно быстро с ростом скорости. Например, за счет кристаллизации. Когда магна поднимается медленно, у нас кристаллы растут эффективно, и вязкость магны растет быстро. Соответственно, когда она поднимается быстро, у нас вязкость магна падает. И, соответственно, вот здесь вот возможно такой падающий участок. Значит, или, например, про скальзывание, или, например, зависимость вязкости от концентрации растворенной воды, все приведет к тому, что на диаграмме сопротивления скорость подъема магны будет такой падающий участок. Во-вторых, нужны какие-то кинетические процессы, которые определяют некоторое характерное время процесса. Это может быть кристаллизация магны. То есть важно, чтобы процесс, который регулирует вязкость, занимал какое-то достаточно большое время. При этом кристаллизация магна в коллективной процессе, он контролирует длинные периодические изменения. А, например, зависимость вязкости от концентрации воды, растворенной и диффузии воды, это процесс более быстрый, он контролирует более быстрые коллектива. Ну, и третье, что нам нужно некоторое резервуар, в котором магна может дожидаться, когда она будет востребована. Потому что расход магны со временем меняется. Это значит, что где-то часть магны должна как бы дожидаться времени высокого расхода. Это, может быть, самый атматический очаг или канал в виде трещины. Ну, или магна сама сжимаемая. Там есть язык типа, поэтому она может сжиматься и расширяться. Значит, вот про эксклюзивные издержения я рассказал. Хотел еще, пока у нас есть несколько минут, рассказать о одной важной проблеме, связанной с математическим моделированием всех этих процессов. Значит, помните, на первой лекции у нас была формула, что расход, пропорциональный перепаду давления. И тут вот имеется диаметр канала аж в четвертой стиле. Соответственно, если мы не знаем диаметр канала точно, то найти вот эту вот связь для конкретного ваукана будет нереально. Потому что ошибки в знании диаметра возведутся в четвертой стиле, но и все будет, соответственно, очень и очень неточно. Но придумано было несколько способов, каким образом можно оценить диаметр канала мука. Я расскажу вам об одном из них, связанном с распределением кристаллов по размеру. Значит, вот в вауканологии за работой находится, это мы на ваукане на лупачек, здесь вот течет плаванный поток, мы, соответственно, перекусываем. Вот. Но на самом деле, как бы, с извержений вауканологии добывают образцы маклы и дальше их исследуют в лаборатории. Значит, вот можно взять такой образец маклы, сделать шлиф, на шлифе выделить, скажем, кристаллы вот такие от глаза, вот они здесь черным отмечены, и посчитать, скажем, здесь вот отложена площадь кристалла, а здесь отложена частота, с которой такие кристаллы встречаются. Ну, естественно, маленьких кристаллов у нас будет много, а больших кристаллов у нас будет меньше, соответственно, у нас вот возникнет такое распределение кристаллов по размеру. Но мы можем, скажем, считать, например, количество кристаллов от 300 до 310 метров, а можно считать кристаллов количество, скажем, 300 до 400 метров. Ясное дело, что их количество будет разное в зависимости от того, какой диапазон размеров мы берем. Поэтому вместо количества кристаллов выгоднее взять количество кристаллов в диапазоне длин, в диапазоне площадей, скажем, объемов, дельта иль. Соответственно, когда мы вот это дельта ильстримим, ну, это просто производная функция на Н на Т, и это называется плотность распределения кристаллов по размеру. Вот мы можем, соответственно, взять образец, проанализировать это изображение. Существуют различные способы перехода от двумерных изображений к трехмерным, с учетом формы кристаллов, с учетом возможности того, что они расположены хаотично или некоторым выровненным образом, имеют соответствующие программы. И дальше мы можем построить распределение кристаллов по размеру. Здесь Н, это есть некоторый характерный размер кристалла, скажем, длинная полуось. А здесь это Н, это плотность распределения кристаллов по размеру. Она измеряется в миллиметрах в минус четвертой степени. Вот зависимость вот такая, естественно, у нас маленьких кристаллов много, а потом концентрация их углубая. Соответственно, точно так же, как закон сохранения массы, мы можем написать закон сохранения количества кристаллов, но только у нас тут уже две скорости. Одна скорость, это скорость подъема магмы, а другая, это скорость роста кристаллов, потому что Н у нас зависит как от положения частично при подъеме магмы, так и от размера кристалла. Н есть функция размера кристалла. Соответственно, вот кристаллы у нас растут, и, соответственно, концентрация кристаллов будет двигаться все время в область больших размеров. Но, в принципе, тут тот же самый. Значит, вот мы имеем концентрацию кристаллов на поверхности. Мы можем, если бы, например, у нас был постоянный расход магмы, то есть постоянная скорость подъема магмы при постоянном сечении канала, постоянная температура и постоянная скорость роста, то тогда можно построить решение этого уравнения для Н и показать, что количество кристаллов будет постоянное вдоль вот таких линий прямых. Ну, то есть, если у нас здесь, например, Н1 кристаллов, то здесь вот внизу отложено по оси Х размер кристаллов в миллиметрах, а здесь глубина. То мы можем сказать, что все эти кристаллы возникли, скажем, на глубине 8 километров, и дальше вот на поверхности их число Н1. Значит, дальше, скажем, вот эти кристаллы возникли. Они сами меньшего размера, они возникли не так глубоко, и, соответственно, успели вырасти не так сильно. Ну, и так далее, и так далее, и совсем легкие кристаллы, они возникли совсем в близких поверхностях. Таким образом, мы можем по распределению кристаллов по размеру определить, например, скорость углеации кристаллов, то есть скорость возникновения кристаллов, как функцию вертикальных координат. Ну, а дальше, соответственно, можно задачу усложнить, сказать, что если мы знаем из лабораторных экспериментов, как скорость роста кристаллов зависит от давления температуры и, возможно, самой концентрации кристаллов, то есть данные останавливаются из экспериментов, как скорость углеации зависит от этих параметров. Если расход магна постоянный, то произведение скорости подъема магна на площадь поперечного сечения канала есть постоянная величина. Уравнение имперсов мы уже писали много раз. Изменение давления происходит за счет действия силы тяжести и силы сопротивления канала вулкана. Ну и может еще меняться температура, вам бы я про это не буду сейчас говорить. Факт то, что, решая эту систему уравнений и зная распределение кристаллов по размерам, мы можем вычислить, как будет меняться глубиной по каналу вулкана температура, давление, доля кристаллов, площадь поперечного сечения канала вулкана, скорость, там роста, вязкость, то есть все параметры восстановить, зная лабораторные данные, зная расход магны и зная распределение кристаллов по размерам. Значит, для примера мы возьмем вулкан Маун-Сент-Хеленс. Единственное, что очень важно для этой теории, что расход магны должен быть постоянным. Значит, вот у нас, к счастью, был период в 83-84 году, когда расход магны был постоянен. Если приведите эту теорию, то можно, скажем, посчитать, как изменяется площадь канала вулкана в зависимости от вертикальной кардинала. Вот можно посмотреть, значит, в среднем, если канал цилиндрический, то его диаметр будет порядка 30 метров, и существует независимая оценка для этой величины по скорости растворения амфибол. Я помните, говорил, что при низких давлениях амфибол нестабилен, он начинает растворяться. Но на его растворение тоже нужно определенное время, поэтому можно, зная расход, тоже оценить скорость подъема магна, а соответственно сечение канала по разложению амфибол. Вот эти средние для 30 метров, они подтверждаются независимо. И кроме того, видно, что на некоторой глубине, порядка 13 километров, происходит резкое увеличение площади сечения канала вулкана то есть перехода канала в магматический амфибол. Насколько я знаю, это единственный пока способ, который мы придумали, каким образом можно оценить не только средний диаметр канала вулкана, но то, как он должен меняться с глубиной, потому что никакими другими экспериментальными данными проверить это дело нельзя. Ну и, наконец, на следующей лекции мы, наконец, вырезаем из канала вулкана на поверхность теплой и следуем на линии продуктов амфиболических извержений в альбасфере. Значит, две задачи есть. Вперед! Есть! Есть!